Доказательство того, что и недостаточные, даже ребяческие средства могут послужить для спасения. Чтобы уберечься от сирен, Одиссей заткнул себе воском уши и велел приковать себя к мачте. Подобным образом могли, конечно, испокон веков поступать все путешественники, кроме тех, кого сирены заманивали уже издалека. Но во всем мире было известно, что это нисколько не помогает. Пение сирен пронизывало все, и страсть соблазненных смахнула бы и не такие помехи, как цепи и мачта. Но об этом Одиссей не думал, хотя он, может быть, и слышал об этом. Он целиком положился на горсть воска и оковы, и невинно радуясь своему ухищрению, плыл сиреном навстречу. Но у сирен есть оружие более страшное, чем пение. А именно — молчание. Хотя этого не случалось, но можно представить себе, что от их пения кто-то и спасся. Но уж от их молчания наверняка не спасся никто. Чувство, что ты победил их собственными силами, и как следствие этого безудержной заносчивости, не может сопротивляться ничто на земле. И действительно, когда Одиссей приближался, эти могучие певицы не пели. То ли они полагали, что такого противника можно одолеть только молчанием, то ли выражение блаженства на лице Одиссея, который ни о чем другом, кроме цепей и воска, не думал, заставило их забыть о всяком пении. А Одиссей, если можно так выразиться, не слышал их молчания. Он полагал, что они поют, и только слух его защищен. Сперва он увидел было повороты их шеи и глубокое дыхание, их полные слез глаза, их полуоткрытые рты. Но решил, что это все связано с ариями, которые неслышно звучат вокруг него. А вскоре все это отскользнуло от его направленного вдаль взгляда. Сирены поистине исчезли из-за его решительности, и как раз тогда, когда он был ближе всего к ним, он уже не помнил о них. Они же, прекраснее, чем когда-либо, вытягивались и вертелись, распускали по ветру свои страшные волосы и растопыривали выпущенные когти на скалах. Им уже не хотелось соблазнять, им хотелось только как можно дольше ловить отблеск больших глаз Одиссея. Если бы у сирен было сознание, они были бы тогда уничтожены. А так они остались. Только Одиссей ушел от них. Одиссей, говорят, был так хитроумен, так изворотлив, что сама богиня судьбы не смогла проникнуть в его душу. Может быть, он, хотя человеческим умом этого не понять, действительно заметил, что сирены молчали, и только до некоторой степени корил их и богов за то мнимое пение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok